вот такой карасишка всем доброго времени суток вот я тут решил маленько похеробунить это у меня вторая рыбалка внутри карася уже поймал два схода вроде примерно начинаю соображать интересная снасть погода крутит рыбка редко проклевывается но тем не менее он видите играет карасик подвес вроде вышел сегодня у нас и ветрище целый день и дождь и все что хотите вот еще карасямбик какой-то резкий как газировка карась тут хороший потом в конце видео покажу чего у нас выйдет с этой рыбалки так вроде интересно здесь надо камеру как-то не на грудь на со стороны ставить что ли на глядь не было видно не дождешься стиля не как-то ветер вот эта поклевка вот такие карасишки у нас здесь клюют иногда тесто двух видов сейчас кончится замешаю на верхний крючок он у меня побольше есть такое более пылящая карась 4 внизу карась мотыль и наверное процентов 20 глютена что мелочь сжирает все на свете только закинул все раз раз и нету опять ряд пошла сразу поплавок плохо видно купил насадки там такие на поплавок ну что-то не взял сегодня у 2 рыбалка еще толком не пристрелялся где что почем перенасаживать часто приходится но рыбалка зато получается такая достаточно динамичная удочка четыре с половиной метра брал на али не помню рублей за 300 зимой две штуки взял три шестьдесят и четыре с половиной так на пробу ну вываживание достаточно такое интересное вчера ловил шнурки житья не давали одного карася поймаешь сразу хороводы шнурки начинает водить то на поплавок кидываются то вокруг тут что все стайка отошла хороший здесь карасик но гость редкий когда стиль вообще хорошо тесто месил вчера домой привез в этот свой ящик положил как с рыбалки просто проверить испортится нет ящик на котором сижу это друг 2 присылали на тест с кемпинг ру с магазина удобная штука и работает как термоконтейнер то есть тесто находясь в этих тарелках за сутки считай не испортилось хотя вроде лето жарко он что-то рыбак поплавочник пошел на том берегу ничего не поймал что-то как обрезала вообще не хочет уже полчаса сижу ни одной поклевки шнурки опять балдеет я пойду мормышку возьму на течение попробую может там чего-нибудь клюнет кстати у меня сегодня шнурок на тесту клюнул правда срезал вообще оборзели уже жрут все подряд ну что делаем ход конем берем тропару и пытаемся кого-нибудь вымормышить вообще поклевки прекратились даже мелочь перестала долбить сейчас здесь ручьи где впадает на свежей воде попробуем может туда карась ушел ветер опять поднялся что-то погода крутит совсем обычно под вечер ветерок то стихает а тут что-то даже не думает еще сильнее начинается пока ветра не было успел несколько караськов поймать и все поплавочник тут проходил один одного поймал хлеб говорит те ребят на тервя вообще не хотят так что я еще сегодня хорошо отрыбачился ага он кого-то поймал ох ё-моё это был супер окунь тут что еще окунь есть что ли ничего себе ага ага поклевка кто-то теребит эх ты тут карась что ли был прям под ногами что-то похоже так уж мормышечку светленькую поставить пробуем светленькую мормышечку такую 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 что ли латунную вольфрам ну тут плюхается гад левать не хочет вольфрам мормышка 0,3 грамма и поставим сейчас модуля от беркли обычно убойный вариант не знаю как сегодня сейчас как обычно вылезет какой-нибудь подлый шнурок и все это дело у меня сожрет плюхо вот и неõхо давать наняяя Ага, я сговорил. Ага, я сговорил. Ага, я сговорил. Вот такой шнурочек. Как обычно. Кто-то убежал. Наверное, шнурок опять был. Шнурки балдеют около поплавка. Оба-на! Плотвинь! Приключилась со мной такая фигня. Пока я мормышил плотву, вот этот карась утащил меня в удочку. И пришлось мне на середину реки плавать. Вроде карасик небольшой, а упер. А что самое прикольное, у меня есть резинка. Уточка, блин. Удочку цеплять. Так что лучше цеплять. Вот такой карасишко. Отправим голову. Ну что, вот такой какой-то хреновый херобунчик получился. Я открыл купальный сезон. Благо мелко по пояс. Так что место, наверное, надо другое подыскивать. Где поглубже пролез. Сейчас вот почти до середины речки. За удочкой. Ведь брал же резинку. Сейчас закину. Маленько по оборудованию места своего расскажу. Что тут есть, чего тут нет. Тесто новое не замешивал. В принципе, хватило вчерашнего. Я там три стаканчика по 30 грамм замесил. В принципе, вот его хватило. Остался вон еще кусочек. Надо как-нибудь попробовать с утра. И куда-нибудь в другое место. Карасик тут хороший. Так, ну начнем с чего. Вот такой столик. Он, значит, у нас с магнитной тарелкой. Все дела. Это вот снимается. Вот такая вот стоечка металлическая. Втыкается в землю. Дальше про удочку я говорил. Вот такая вот подставка интересная. 2,10 она ростом. Складывается, втыкается в землю. Если кому интересно будет, могу поподробнее рассказать. Вот такой вот чемодан. Универсальный рыболовный ящик друг 2, который компании Кемпинг Кру присылался на тест. 25 литров он. 300 килограмм держит, значит, на вертикальную нагрузку. И работает как изотермический контейнер. Ну, в принципе, тесто вот я оставлял на сутки. Да? Второй день приехал и на него же ловлю. Ни в холодильник никуда не убирал. Значит, в самом чемодане у нас куча всяких прибамбасов. Тарелочка тут месить. Вот три вот таких мензурки я замешивал вчера. Есть побольше мензурки. Надо помыть все это делать, что вчера как прискакал. Здесь у меня насадки, все дела. И вот она резиночка, которая цепляется у нас вот сюда вот к удочке и к стойке либо колышку для того как раз, чтобы удочки у вас не уплывали. Ну, а я тут думаю, какие тут караси к черту большие. Оказывается, даже такой карасик может, в принципе, удочку утащить. Вот такие вот дела. Ладно, посижу маленько. Сейчас еще половлю и буду собираться. Сейчас что-то темновато уже. И улов покажу, что мне сегодня удалось нахеробунить. Вот такой садочек у меня. И вон там такие карасямбы. Еще шнурок и плотвичка. Шнурка с плотвичкой возьму на уху. Карасей пожарю. Вот как-то так получается. Ну, хоть СИЗО купальный открыл. Ладно. Сейчас фото его. Своё рабочее место. И буду, наверное, собираться. Так что, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.